И этот автомобиль в этом году празднует свое 26-летие. И что же тут у нас есть? Если кинуть матрас, подвинуть переднее сидение, то полноценно тут можно отдыхать даже вдвоем. Автомобиль можно будет привезти гораздо дешевле, чем они обходятся сейчас. Итак, ключевой особенностью является его здоровый монитор, практически телевизор стоит. Друзья, привет! Меня зовут Алексей, с вами компания Japan Life. Сегодня мы на стоянке, на обзоре у нас один автомобиль. И этот автомобиль в этом году празднует свое 26-летие. Итак, это Toyota Harrier 4-го поколения. Друзья, прежде чем начать рассказывать про этот прекрасный автомобиль, хочу попросить вас, кто еще не подписан, обязательно подпишитесь, поставьте колокольчик и напишите комментарий, какой автомобиль вас интересует, ну или вообще какие вопросы у вас есть. И мы обязательно дадим на них ответ. Итак, начнем с модификаций. Какие же бывают кузова разные типы? Покупатели данных автомобилей могут выбирать между атмосферными двигателями, это 2 литра на 171 лошадиную силу, бывает как передний привод, кстати, вот наш сегодняшний гость как раз именно в таком исполнении, либо полным приводом, а также автомобили с гибридной установкой, там моторы идут 2,5 на 178 лошадиных сил, плюс гибридная установка, которая выдает мощность 88 киловатт, не бывает передний привод, а также с электрическим полным приводом, где задние колеса крутит электромотор. Сразу хочу отметить, что данные автомобили пока еще не проходные, а сегодня у нас март 23 года. Они еще совсем немного, и их начнут завозить уже большими объемами, потому что они начали выпускаться именно с июня 2020 года. Потерпеть осталось совсем чуть-чуть, и данный автомобиль можно будет привезти гораздо дешевле, чем они обходятся сейчас. Итак, по размерам, если автомобиль сравнивать с предыдущим поколением, то он стал на 15 мм длиннее, на 20 мм шире и ниже на 30 мм, то есть на 3 см. Давайте пробежимся по внешке, что же изменилось. Экстерьер автомобиля стал более утонченным, то есть передняя, особенно его часть, стала такой выразительной, более гладкой. К примеру, оптику часто сравнивают с оптикой Crown 220. И, кстати, вот можете сравнить, он стоит у меня за спиной. Видно, что передние фары стали более узкими и более такими вытянутыми. Также очень выразительно смотрятся дневные ходовые огни, которые выражены в форме, ну, буква G такая, положенная на бок. Также Harrier отказался от своей фирменной эмблемы. И здесь у нас просто значок Toyota. Если смотреть по комплектациям, то существует там 3, по сути, комплектации. Это S, G и Z. Ну, Z, Let Edition еще есть, это самое максимальное считается. В нашем случае это Z. И что же тут у нас есть? Ну, сразу видно передние парктроники, задние парктроники, передняя камера. А, значит, в автомобиле присутствует круговой обзор. Оптика вся, естественно, и задние ходовые огни у нас идет диодная. Хочется отметить клиренс. Также он увеличился на 5 мм по сравнению с предшественником. Оригинальные диски на 19 мм. В ушах повторители, камера, датчики мертвых зон, хромированные ручки с ключевым, с бесключевым доступом по задней части. Если посмотреть, то также вот стоп-сигналы выполнены в одну линию и разделяет их только значок Toyota. Но здесь можно привести аналог, как это было у SIA. Также один стоп. В общем, в ночное время очень-очень круто смотрится. По опциям у данной комплектации существует много различных опций. То есть, если вы хотите автомобиль с люком, можем подобрать вам именно такой. Если там хотите весы, если хотите там бесконтактные зарядки, это все можно найти, только для этого потребуется время. Если смотреть, что из себя представляет багажник, естественно, он с электроприводом. Есть кнопочка как в салоне, так и на ключике, задний отдел. Всем известно, что Хайрёк всегда ценился своим большим пространством в багажнике. Если говорить по цифрам, то в данной модели багажник на 410 литров, если сложить сидение, сейчас мы покажем, как это будет выглядеть, то там 1050 литров. Обратите внимание, такие же хромированные вставочки. Вот здесь даже пленочки висят. Автомобилю не сказал, пробег всего 30 тысяч километров. Что мы тут в багажнике имеем? Так, вот такая полочка с шумовиброизоляцией. Так, вот такой вот крючок есть, чтобы не держать. И особый респект за запасное колесо. То есть, тут лежит не ремкомплект, а именно полноценная запаска. Вот это прям радует. Опа! Опа! Метр шестьдесят, метр семьдесят. То есть, можно кинуть матрас. Смотрите, ровный пол. И все, и свободно ехать куда-нибудь, отдыхать на море. Сейчас я даже прикину, посмотрю по моему росту. Ребят, места предостаточно, в принципе, с моим ростом 185. Ну, я полноценно помещаюсь. Единственный момент, лег по диагонали, но я не докасаюсь головой. Если кинуть матрас, подвинуть переднее сидение, то полноценно тут можно отдыхать даже вдвоем. По заднему ряду сидений. В принципе, тут ничего такого обычного нет. Своя крутилочка для управления потоком воздуха. Есть два USB входа для каждого пассажира. Из двух. Есть подлокотник с подстаканником. И свой фонарик. Ну, в принципе, все. Ну, удобные кресла. Небольшая. Присутствует боковая поддержка. И кармашки. Сидения. Итак, перетекаем в главную часть нашего видео. Как же выглядит его передняя часть автомобиля. Потому что здесь, по моему мнению, произошли колоссальные изменения. Во-первых, когда открываешь дверь, такое ощущение, что дверь стала тяжелее. Вот килограмм 50, думаю, не меньше она весит. Итак, по салону. Также присутствуют хромированные вставочки на дверях. На порожке. Где, собственно, и красуется название машины. Салон выполнен в такой мягкой обивке. Прошит строчкой. И сразу скажу. У водительского сидения есть электропривод. Но у пассажирского нет. Это также все зависит от комплектации. К примеру, если рассматривать уже высшую комплектацию, то там электропривод будет уже и у пассажирского сидения. По сидению присутствуют боковые вставки. Очень удобно. Салон комбинированный. Присутствует, если я смотрю, самую-самую максимальную комплектацию. То там салон будет полностью кожаный. У вас будет микроклимат сидений. Это обдувы, подогревы. К сожалению, у нас такой опции тут нет. И по безопасности. У нас передняя, вернее, водительская, пассажирская, подушка безопасности для колен, боковая и шторки. Итак, ключевой особенностью является его здоровый монитор. Фактически телевизор стоит. Сейчас посмотрим, как он приветствует хозяина. Эмблема Toyota. Все по-японскому. Ой, все на японском. Можно переключить на английский язык. В общем, данное головное устройство поддерживает Apple Car, Android Auto. Можно переключать климат не здесь, как мы все привыкли, а уже конкретно на мониторе. Кстати, чувствительность очень хорошая. Но и отдача такая же резвая. Обратите внимание, куда перенесли кнопку запуска двигателя. Уже отдельной шайбой выведена здесь за селектор. Сейчас пока заглушим. Итак, дальше по всем фишкам данного автомобиля. Это аудиосистема JBL, которая идет практически уже стандартом для харьеров. 9 динамиков расположено по всему салону автомобиля. Звук очень чистый, очень громкий. В общем, кайфануть от музыки реально можно. Итак, дальше. Руль, естественно, кожаный. Все кнопочки работают, все кнопочки нажимаются. В принципе, это уже стандарт. Там с пустым рулем их уже не встретишь. Где будет просто баранка без кнопок. По опциям. Далее. У нас есть подогрева ушей. Как уже упомянул, у нас, к сожалению, нет подогрева сидений обдувов. Потому что эта комплектация уже выше. Но у нас присутствует круговой обзор. Есть несколько режимов переключения. Там с проекцией заднего хода. Можно также поменять камеру, чтобы показывал задний ход более масштабно. И момент у нас идет, как на Маздах, проекция заднего вида. Можно переключить, можно настроить. Можно сделать, как обычное зеркало. Дальше, если смотреть на все кнопочки, на все рычажки у автомобиля. Здесь у нас электрическая регулировка руля. Электронный стояночный тормоз. Про такие фишки, как контроль полосы, антистолкновения и тому подобное. Которые, если открыть каталог, там будет штук 15 написано. Об этом, думаю, нет смысла говорить. Всем автомобиль оснащен. Безопасность у него превыше всего. Есть, забыл совсем сказать, есть проекция на лобовое стекло. Тоже довольно четкое изображение. Далее, двухзонный климат-контроль для водителя и для пассажира. Для водителя и пассажира у нас есть USB-вход. Вот здесь, к сожалению, нет бесконтактной зарядки. Но если рассматривать, искать автомобиль даже в такой комплектации, это идет как опция. То есть, можно найти без проблем подстаканники, которые выполнены вот таким ободком в хром. Здесь бардачок. Ну, в принципе, бардачок, как и везде. Единственный момент, вот такой вот поднос расположен. Но основная фишка это, наверное, ставить напитки и выходить куда-то с ним идти. Потому что, по сути, больше он ни для чего не нужен. Ну, и закрывать, чтобы сюда кидать какую-то мелочь и закрывать основной бардачок. Здесь у нас прикурка. Обратите внимание, как выполнен вот этот вот отдел с подсветкой. Тоже затемненные такие пластиковые элементы. Смотрится довольно круто, стильно. И стоит японский глонасс. К сожалению, у нас он недействительный. Козырьки с подсветкой. И по базовым, по основным фишкам, если не углубляться, как сказал, в разные всякие режимы, в разные подсказки, которые у вас будут высвечиваться на приборной панели, то, в принципе, по базовым это все. Ребят, ну и самый-самый главный вопрос, который терзает, наверное, абсолютно каждого. В какой бюджет на данный момент обходятся такие хорьки? Если отбросить тот момент, что автомобиль не проходной, вот предположим, что вы захотели его купить, купили сейчас, в марте 2023 года, его можно придержать в Японии и в июне завести в Владивосток. Вот, если его завозить как проходным, то такие атмосферные двигателя с объемом 2 литра обойдутся 2,5 миллиона и выше. Если рассматривать гибриды, то 2,650 и также в гору. Это при учете, что сейчас курс евро 82 и курс иены 60 копеек. Ой, 60 копеек. Друзья, но лично мое мнение, если в двух словах выражаться, то четвертое поколение – это отличная замена предшественнику. Данный автомобиль крутой, как внутри, так и снаружи, поэтому я рекомендую. Если вы хотите заказать себе такой же автомобиль, либо другой, то обязательно обращайтесь в нашу компанию, пишите, звоните, в общем, связывайтесь с нами. С вами был Алексей, компания Japan Life. Если вам понравился ролик, то обязательно поставьте лайк, напишите ваши комментарии. Всем пока!